всем большой привет я очень рада то что вы решили зайти ко мне в гости и сегодня будет долгожданная вторая часть слепых за тестов ура первая часть мне очень сильно понравилось надеюсь также она произвела впечатление и на вас потому что ароматы от алины в первой части были действительно очень очень необычными ну а сегодня нас ждут следующий 8 классных ароматов и могу я вам сказать опять один аромат у меня не то чтобы он у меня есть в коллекции но я прекрасно знаю что это за аромат а если вам интересно узнать о каком аромате идет речь то пожалуйста оставайтесь со мной и так вот моя волшебная книга здесь я записывала свои впечатления также здесь вот моей лотеры есть уже подписаны я тестила эти ароматы ну пару дней не постоянно но пару дней они со мной были так первый аромат у нас знаете подобралась такая вот свежая подборка которые неплохо подойдет на лето первый аромат первое мое впечатление было то что это какое-то виноградное дерево слышала вот это вот виноградную лозу вот эту вот сладость эту сочность затем после того как виноград немножко отошел на второй план даже это не виноград это скорее было как будто бы ощущение от виноградные жвачки очень долго пыталась уловить что же здесь есть такое и мне кажется здесь есть очень яркая нота черной смородины причем черная смородина достаточно натуралистично передано листья черной смородины и немножко аромат фужерий вот чуть-чуть вот так вот но в то же время он остается очень легким очень свежим фруктово-ягодным коктейлем приятный аромат очень красивый не могу сказать что это за ценовой сегмент однако аромат очень даже неплохой на какое время года я так предположу что это скорее всего на летом аромат красивый яркий понравится большинству и достаточно прохладный больше я ничего про этот аромат сказать не могу мне будет очень интересно узнать что же здесь такое очень интересно знать что же это такое виноградная так листья там а листья томаты и черной смородины это бракар ничего себе 2017 год ноты листь томаты черная смородина чабрец мята мускус апельсин джасмин вот знаете я очень давно хотела познакомиться именно с этим ароматом про который я слышала достаточно много хороших отзывов и я слышал то что это скорее интерьерный аромат что он такой вот немножко то чтобы он не живой но носить на себе такое не очень было бы интересно но я не соглашусь с этим аромат очень классный то есть я правильно слышала здесь черную смородину овощную нотку не то чтобы я не услышала для меня вот эта овощная нотка ушла в листья черной смородины классный аромат очень интересный и аккорды фужерный зеленый свежий пряный фруктовый да полностью соглашусь фужерный аромат я здесь как будто бы услышала такую вот лесную полянку на которой очень много кустарников черной смородины использую уже второй флакон для создания прекрасного настроения дома томаты смородина слышу жаль что не стойкий и снова зеленый свежак да это зеленый свежак на весну на лето классный не слушайте он очень красиво звучит необычно у меня не появилось желание флаконить этот аромат однако для любителей вот такой вот немножко фужеристой овощной темы с черной смородиной я думаю вам это понравится потому что это действительно очень красиво насчет стойкости действительно соглашусь он не очень стойки ну что вы хотели от бракар потому что цену у них действительно очень лояльные поэтому очень даже неплохо а вот второй аромат он тоже достаточно прохладный свежий как оказалось ну как будто бы все вот ароматы которые в этой подборке они все достаточно свежие услышала здесь немножко мыльно корыльную тему легкую задымленность но это не ладан я надеюсь не не ды вот как таковой но это вот немножко здесь присутствует какой-то бальзамичный оттенок что ли однако он немножко мылит как будто бы это какой-то кусок белого мыла достаточно свежий прохладный аромат я слышу здесь очень много зелени цветов фруктов не слышу совсем я даже здесь услышал немножко какую-то ментоловость ментол здесь такое не такой конечно как в том сислый который был в первом затесте однако здесь очень много свежести и причем свежесть такая вот прохладная какая-то вот такая немножко мятная порошковая свежесть могу даже сказать что это аромат чистоты который было бы приятно наносить на себя после душа чтобы продлить вот это вот ощущение свежести больше про этот аромат я ничего сказать не могу он меня не сильно впечатлил но я вполне себе могла бы такой аромат носить на себе почему бы нет особенно в такую вот жаркую погоду нас наконец-то в якутске стало тепло решила в этот раз быть немножко поскоростнее уже первые запись у меня на 45 минут вышли так вот это вот я вообще не знаю булю ах это лекс джи досы вот первый раз я вижу слышу что это за аромат 2020 года аромат верхней ноты ангелика лист лимона средний ноты липовый цвет базовые ноты акация сена вот все надо пчелиный воск знаете я здесь абсолютно не услышала никаких фруктов и действительно здесь нет ни одного фрукты это очень цветочный аромат свежий сейчас когда я увидела что здесь есть липовый цвет действительно есть ощущение какой-то медовой цветочности аккорды цветочные желтые цветы зеленый медовый сладкий соглашусь аромат цветочной нежности идеален на теплую весну до классный аромат такой вот знаете я здесь услышал какую-то мыльно-рыльную историю однако для меня сейчас это больше наверное аромат на весну такой вот весенний легкий женственный аромат насчет стойкости тоже не мог не может он похвалиться какой-то огромной стойкостью и что это за бренд такой вообще первый раз я вижу надеюсь он не слишком дорогой потому что аромат действительно достойный если что здесь до шанель я и утром наказала и она пошла немножко погулял третий аромат мне показался немножко знакомы вот тут вот я слышу опять кожаные нотки какие-то либо это какой-то затухший костер немножко горелых деревяшек отдаленно мне стал похож на mixed emotions от байреда который мне дико не понравился который считается чайным с какой-то тапочки но вот этот вот аромат он кожаный здесь есть какие-то еловые веточки возможно здесь есть можжевельник здесь очень много древесности и причем древесность такая знаете не та древесность которую я люблю я люблю такой вот как будто бы вы только что спилили дерево вот этот вот свежий спил дерево вот как вот он пахнет я люблю вот такой вот аромат здесь дерево немножко такое вот прям густое очень такое вот ядреное его большой плюс то что он тихий он очень быстро затихает вот это вот нотка которая в начале вбьет в нос она очень быстро затухает классный аромат на самом деле но опять-таки носить такое на себе я бы точно не захотел потому что я не очень люблю такие ароматы но он очень красиво раскрывается по крайней мере здесь на блотере и вначале он звучит немножко вот так вот брутально и в раскрытии он становится более женственным более обтекаемым более сладким и в базе он очень даже ничего так сами а это джулит хезеган сани сайра я очень давно хотела познакомиться с этим ароматом сани сайт а там такой по-моему был белый флакон с желтыми надписями я не знала что пахнет так сани сайра я была уверена что это что-то древесное ладно дальше давайте смотреть верхние ноты абсолют ванили вообще не слышу здесь никакой ванили амирис жасмин очень свежий аромат средний ноты санда вот сандал сандалом я соглашусь вот это вот есть сандальная нотка кокосовое молоко корень ириса жасмин и базовые ноты и сои супер амбрета но для меня это больше какой-то древесный аромат аккорды а вот древесный кокосовый ванильный пудровый мускусный теплый сладкий амбровый сладким он становится ближе к концу вначале он звучит очень древесно вот видимо вот это вот нотка и сои супер играет вот во всю силу это действительно так сандал очень хорошо слышен сандал но вот ваниль нет здесь есть пудровая нотка но она абсолютно не главенствующий аромат сыра но на всем протяжении пути остается достаточно свежим несмотря на то что здесь есть и ваниль ей и кокос не увидела в видео которое было про бренд julie the gun поэтому решил да алина ты была права спасибо тебе большое за то что ты положил этот аромат потому что мне бренд julie the gun очень сильно нравится я не ожидала что julie the gun может звучать так по-разному а вот четвертый аромат мне понравился больше всех из этого за теста до заглядываю вперед я вам скажу что он невероятно круто шлифит это единственный парфюм который я наносила себе на кожу он невероятно красиво сидит на коже как будто бы вас окутывает вот этой вот вишневой волной он сладкий очень нежный я здесь слышу очень вкусную такую парфюмерную вишню малину возможно черную смородину опять-таки здесь очень много сочных вкусных ягод но они не натуралистичные такие как в первом аромате брака листьях томатов и черной смородины здесь они более парфюмерные такие вот более изысканные такие вот женственные очень весенний вкусный сладкий свежий аромат о какой он красивый это просто какая-то сказка не компот вот в отличие от кинтен с которым я говорила недавно вот там я слышу прямо такой вот вишневый сок такие вот сочную вишню здесь же вишня малина черная смородина очень парфюмерный я очень хочу узнать в нетерпении что же здесь такое потому что я бы это флаконил это действительно очень красивый аромат я надеюсь что он стоит не очень дорого опять что-то что-то опять неизведанное фико диндия тут-то тут-то тон-то вот алина умеешь ты выбирать парфюмы я в первый раз вижу что это за аромат такой верхние ноты инжир апельсин средний персик манго цикламен манга базовые ноты кокосовый нектар мы вообще ничего не угадал я здесь услышала вишню я здесь услышал черную смородину и малину ну видимо так со мной с моим восприятием играет инжир потому что инжир в разных ароматов для меня играть по-разному где-то он уходит больше в цитрусовую нотку а где-то он дает такую густую и сладкую жирную фруктовую ноту апельсин персик мангу ну вот когда я сейчас увидела манга действительно есть здесь оттенок манга ой но это красивый аромат фрук аккорды фруктовый сладкий тропический цитрусовый да я не специально положила подряд два аромата с кокосом еще один аромат для поднятия настроения знаете я еще терпеть не могу аромат с кокосом вот если я где-то в пирамиде вижу кокос для меня это просто красный флаг я не люблю кокос в ароматах потому что а большинство ароматов с кокосом меня уводят в какую-то пляжную тему который я просто терпеть не могу в парфюмерии я избегаю этого в парфюмах поэтому но здесь я кокоса не слышу от слова совсем да здесь есть какая-то легкая нежная вуаль такая вот ванильная но это ваниль а не кокос поэтому наверное я бы этот парфюм даже офлаконил потому что он невероятно красиво сидит на коже и он очень стойкий вот на блотере он сидел достаточно долго с руки он шлифил просто невероятно диффузно то есть красивый аромат что я могу сказать 5 аромат а он знаете это он пахнет мне сейчас лаком для волос либо лак для ногтей либо лак для волос что-то очень такое вот синтетическое химическое очень в духе айзенберг для меня они звучат вот так вот такая вот яркая лаковая нотка синтетической я не очень люблю такое в парфюмерии ну не знаю мне кажется это как-то звучит некрасиво однако после того как он усаживается на блотере он начинает звучать достаточно нежно очень деликатно я бы даже сказал для меня это вот такая вот рабочая лошадка офисный вариант это аромат на каждый день который вы можете одеть и надеть на себя и вы будете чувствовать себя просто прекрасно это такой вот базовый парфюм и когда вы его наденьте на себя от вас будет приятно пахнуть просто парфюмом а вот не улавливаю здесь не абсолютно никаких нот что здесь есть для меня это просто вот такая лаковая парфюмерная нотка так пахнут уходовые средства для волос больше ничего сказать при него не могу он холодный свежие прохладные и лаковый я не очень люблю такой в парфюмерии мне кажется когда пахнет просто фруктами это звучит намного лучше так новая заря фэм флёкс эмушен черный перец горный воздух фризия пион роза фиалка кожа мускус да вообще ничего не угадала пудровый кожаные цветочные фиалковый свежий меня с ним познакомила саша тоже через слепые за тесты я влюбилась начале не слышала пирамиду сейчас слышу в рамках знакомства снова зря спасибо большое за это знакомство но честно мне кажется этот аромат ну во первых не скажу что это новая заряд честно я подумала что это какой-то люксовый сегмент значит это уже хорошо что он звучит дороже своей цены это раз во вторых я не могу сказать что мне нравится все равно вот это вот лаковая нотка которая бьет слава богу что нет запаха спирта она мне не очень сильно нравится однако я могу сказать браво новый заре за то что они делают такие классные парфюмы которые даже не стыдно одеть в люди то есть вот этим вполне себе спокойно можно пользоваться в люди на работу еще куда угодно если вы любите подобные ароматы есть какой-то немножко небольшой оттенок освежителя для воздуха вот что-то куда-то вот в ту степь но тем не менее все равно это звучит достаточно парфюмерно и вполне себе достойно не буду я в рамках знакомства с новой заре я считаю это очень даже прикольно у меня кстати будет отдельный ролик про новую зарю где я буду вас знакомить с новыми ароматами из новой зари который у меня еще до сих пор нет дальше шестой аромат вот шестой аромат ой вот это мне вообще не понравилось категорически ой вот 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 это вот прям здесь очень горький сандал потом здесь есть еще аспект горелых палок опять костер я слышу значит сандал есть до сырой земли и древесности древесный аромат очень такой вот достаточно едкий такой вот едкий аромат я бы не хотела так пахнуть вот честное слово хочется пахнуть как-то вкусно красиво привлекательно вот этот аромат мне кажется он какой-то нишевый скорее всего это вот такая вот забористая ниша для любителей сандала древесности а чего-то необычного потому что аромат немножко даже отдает землистостью наверное возможно здесь есть пачули он не очень сильно мне понравился однако давайте посмотрим что же это такое я была права что это ниша это амуаж бич хоть вы знаете вот и сей ты подборки для меня это был самый ужасный аромат из всех которые были в нот ну извини алина но вот у меня такой вкус мне такие ароматы не нравится 2018 года ароматы верхние ноты минеральные ноты бергамот средние высушенные древесина вот я ее слышу плавник и ланг и ланг и ланг и ланг не слышу совсем базовые ноты пачули кашу мидо пачули здесь вот прям подвальные пачули землистые подвальные я но я здесь слышу еще сандал высушенный древесина плавник я тоже соглашусь с бергамотом не соглашусь а я слышала про ароматы амуа что к ним нужно прям вот привыкать и если ты поймешь если ты вникнешь тогда ты никогда не будешь изменять этим ароматом я с этим не совсем согласна есть ароматы с которыми познакомившись поближе ты понимаешь что они действительно красивые но здесь вот здесь понимаете видимо я еще не доросла до такой вот ниши но по мне это но это некрасиво это некрасиво это очень резко громко не знаю мои рецепторы были в шоке после этого парфюма у меня начал болеть голова я после этого парфюма открыла окно я пыталась проветрить комнату когда мои дети зашли в комнате сказать чем так воняет вот этот вот блотер вонял громче всех любимец кроме мокрой древесины хорошо слышу фрукты нет абсолютно не фрукты не слышу древесину слышу но вот не знаю ну вот кому это понравится мне не нравится честное слово еще как бы я понимаю себе это стоило хотя бы хоть ну каких-то человеческих денег но когда это стоит столько и за такие деньги отдавать ну не знаю я не ли я чего-то не понимаю но не совсем моя история дальше седьмой аромат а вот седьмой аромат я знаю я сто процентов уверена что это zark parfum de muse zark parfum de muse классный аромат и возможно когда-нибудь я его себе о флаконе потому что это действительно достойный аромат чистоты это вот такой вот порошочек если вы надушитесь этим ароматом от вас будет просто пахнуть свежестью после стирки как будто бы вы его так вот хорошо постирали вещь очень хорошо и высушили прогладили и вот этот вот остаточный аромат от кондиционера для белья от порошка остался на одежде и вы пахнете вот так давайте смотреть да я была права на meuse zark parfum 2020 года аромат цветок хлопка белый мускус белый уд пудровый мускусный удовый цветочный он классный он действительно классный мне он нравится гораздо больше чем бланш и он очень стойкий девчонки если вы хотите какой-то аромат свежести который будет с вами очень долго то пожалуйста берите этот парфюм вначале он действительно звучит очень резко это вот сплошной вот порошочек но по факту потом через несколько часов он уходит такую вот деликатную очень дорогую красивую молекулярность и вот эти вот молекулы они очень такие вот кристально свежие практически еще чуть-чуть и они бы ушли в альдегидность но это не ретро аромат он звучит очень даже современно мне он очень сильно нравится я бы такое носила с удовольствием пожалуй давайте-ка я его нанесу потому что у меня в мюз уже давным-давно закончился я еще отправила в бродилку это классно вот на белую рубашку на белую футболку это в самый раз красивый аромат а вот последний аромат я постараюсь нанести очень осторожно он мне вообще не понравился о думаю что это опять какой-то супер крутой дорогой аромат который я не понимаю ну извините меня дорогие любители ниши не доросла я еще в нос зашел в рот ну вот знаете здесь тоже есть сандал либо какая-то древесина но между тем здесь он получше чем тот амуаж потому что здесь я слышу еще парфюмерные цветы такие вот очень красивые если бы не вот это вот едкая нота в самом начале он был бы очень даже неплох он немножко уходит такую французскую сторону такой вот французский шик сейчас он просто смешиваются с моим парфюмом который сейчас на мне и немножко news не сейчас мешает но я все равно о нет я здесь слышу очень горький сандал очень едкую древесину аромат на любителя однозначно но при этом при всем я здесь чувствую какую-то такую вот элегантность такой вот женственный шик он несмотря на это да то что здесь очень редкая древесина пробиваются цветочки так скрываем мне очень интересно узнать что же это там такое господи вот по ходу с нишей у меня общие отношения не складывается это tom ford tom ford black очень парфюмере вот так вот пахнет черная орхидея но знаете это не мое это абсолютно не ко мне я такое не понимаю ну я могу представить женщину на которой это будет звучать красиво и ей это будет идти это как будто бы какая-то натика деловая акула которая может съесть своих партнеров которые очень успешно богата но она очень холодная расчетливая и стервозная вот такое вот у меня ощущение от этого парфюма верхние ноты трюфель слива средний ноты ром и ланг и ланг черная орхидея и базовый ноты пачули ну вот пачули землистый здесь присутствует землистый сладкий древесный пачули вы желтые цветы эта версия парфюм не парф вода в рамках знакомства с парфюмерной классика если не пробовал нет конечно я пока что с том ford не знакома я знаю только такие более-менее хиты хитовичи но вот это вот вообще не моё знаете а такие ароматы они очень сильно на любителя для тех кто любит вот такие вот громкие ароматы заявляющиеся о себе потому что вот сейчас я когда его услышал я не спутаю этот аромат не с одним другим потому что он очень я вот такой вот знаковый и на этом наши слепые затесты заканчиваются однако вы не грустите нас ждут еще несколько выпусков слепых затестов но теперь уже от наташи из новосибирска там больше 20 или даже 30 ароматов и эти ароматы я буду растягивать на несколько выпусков если вам интересны слепые затесты то пожалуйста оставайтесь со мной подписывайтесь на мой телеграм-канал на мой youtube канал а также у меня появился аронал распива для девочек из якутска и большое спасибо за внимание пишите пожалуйста комментарии какой из этих ароматов у вас есть каким ароматом вы знакомы понравились ли вам эти ароматы мне понравились очень сильно одна хотелочка появилась да даже две потому что дымюсь я в принципе почему бы не офлаконить его как-нибудь спасибо большое за внимание и мы увидимся с вами уже совсем скоро костяка деле